Итак, ребят, всем привет, короткий ролик, хочу обсудить ситуацию по биткоину, меня многие попросили сказать, что же у нас происходит, но если вкратце, то загон на фома и жадности. Это если вкратце, если более подробно, переходим дальше. В общем, у нас происходит, естественно, ликвидация шартов, как мы видим, 83 миллиона по биткоину ликвидировано, то есть помните, перед этим у нас эффект, просто ликвидировали очень жестко последние там 3-4 дня, неделю. То есть, естественно, у нас ApeTOS, естественно, это Litecoin, Gala, Solana, XRP, там все монеты, которые популярны и на слуху, естественно, сейчас это все фома, разгоняется жадность, ну то есть фома, страх упущенной выгоды, да. Ну и то же самое, конечно же, перед этим вливались позитивные новости, что там, соответственно, все растет, все буллран, вот даже можно отслеживать как индикатор XRP, то есть как они все это подгоняли, то есть, естественно, они позитивно начали раздувать заранее, то есть я это говорил, это еще начало 7-го числа, что все у нас там принятие XRP в США. А, 7-го, 8-го числа, давайте же перейдем на график, что же у нас здесь было, ну то есть 7-го, 8-го числа уже начался такой более активный вот здесь вот рост и, скажем так, такая вот параболика и вертикальный рост, которого многие, естественно, ожидали. Ну, может быть не разворота, но как минимум отскока. Вот у нас биткоин подскочил выше 17-ти тысяч долларов 9-го, потом Ада Кардана внезапно взлетела, ну, взлетела, да, цена XRP зеленая там и так далее, потом Майк Новоградс говорит о рынке, сейчас довольно чистый, типа, все, to the moon, потом листинг на Bit.ru там тоже. Потом говорят, биткоину удается вернуть у нас 18 тысяч долларов, потому что, поскольку бычья полоса у нас продолжается, типа, бычья рынок начался, но, как я сказал, те, кто сейчас будут залетать, они будут не на быке, не под быком, а у быка напрямую. Вот, может, это грубо-жёстко, но зато по факту. Вот, поэтому, как мы видим, ликвидации шартов происходят, в принципе, ничего абсолютно для меня лично удивительного, многие ждали отскок, вот, получаете, нате называется, да, но не то, это отскок, который все ждут на 30-40 тысяч, да, скорее всего, он, ну, вряд ли состоится, как я говорил, максимум, что мы увидим, это 19 тысяч, ну, потолок, там, может быть, 25, и то не факт. Поэтому на текущем этапе, естественно, закрепление, скорее всего, может не быть, тем более, как мы видим, объем у нас последний, финальный, такой самый пиковый был вчера, вот, сбрили больше всего, ну, а за сегодня объем уже никакущий, как мы видим, силы идти выше у нас нету, и закрепления, вероятнее всего, не будет. Вот, могут попытаться показать какой-то ложный закреп, да, ложную проторговку, но после этого потом это все, естественно, слить. Поэтому слив отсюда будет минимум у нас на 13%, потом, давайте глянем по поводу, сколько у нас было по биткоину сбрита, ну, суммарно давайте, ладно, по рынку, за вот эти, буквально, там, неделю-две, здесь было, ну, условно говоря, 90 миллионов, 160, это получается у нас где-то 250, 290, потом 130, это у нас получается, и 290, это 440, 440, и, получается, здесь это у нас 615, и 615, это, получается, у нас 634, получается, да, 634 миллиона сбрили у нас, ну, буквально, там, практически на, ну, давайте округлим, там, практически на миллиард, у нас, ну, там, полмиллиарда, Хорошо, даже если 500 миллионов, полмиллиарда у нас сбыли, получается, шартов, шартов, вот, поэтому многие же думали, что они там поймали удачу за хвост или бога за бороду, да, и, соответственно, думаю, что они там охереть как заработают. Ну, вот по биткоину у нас ликвидации сейчас подгрузят, а потом, соответственно, больше всего ликвидации как раз-таки было вчера, то есть это было ожидаемо, потому что многие, естественно, думали, что до 19 тысяч не дойдет, и мне даже некоторые подписчики, причем несколько написали, что вот у меня ликвидация там по 20 тысяч, по 22 тысяч. Две или по 19, вдруг не дойдет, ну, как минимум, дошло, вот, поэтому практически, ну, и, в принципе, кто шартит, я говорил, что это неблагодарное дело заниматься маржиналкой и фьючами, вот, по эфиру, естественно, были жесткие ликвидации, по XRP я бы не сказал бы, ну, давайте вот больше всего, скорее всего, по галле были, у нас ликвидации, особенно, ну, такие за последнее время очень жесткие, вот, да, очень жесткие, особенно были в самом начале вот этого пути, потом, естественно, по Солане, потому что многие ждали там отскока, но это отскок, не более того, я сразу об этом говорю, а да когда она тоже там максимальный был вынос шартов, потому что многие уже думали, что все, мы будем дампиться тут за одно, смотрите, по Аде Кардана вообще был пиковый объем за последние полгода, то есть у нас был вынос 9 января, давайте ради интереса зайдем посмотрим, соответственно, здесь у нас по Аде Кардана, давайте посмотрим 9 числа, то есть что у нас было, то есть, конечно же, народ сейчас уверовал, и, кстати, в чатах и в комментариях я читаю, ну, не у себя, а на других каналах, там, Тузымунщиков, либо вообще других блогеров, да, которые также ждали ниже, вот, 9 числа у нас был максимальный вынос, как раз-таки захватили вот этот критический уровень, да, который мы пробиваем, я говорил, мы, ну, мы, соответственно, улетаем вниз, и, естественно, мы зацепили все стопы, кто начал шахтить там еще чуть ли не отсюда, и, естественно, вот это поджатие, конечно же, оно потом сменится жестким вот таким вот падением, еще и ниже, поэтому то, что вы думаете, что это все, это нифига еще не все, а по поводу, соответственно, самого рынка, то есть, естественно, это загон на ФОМа, можно это все отследить, индекс страха жадности на уровне 61, то есть, буквально недавно, месяц назад, там, в ноябре, когда мы упали после вот этого краха FTX, да, ну, на самом деле, рынок так и так бы упал, просто они подогнали новости, что, типа, надо же было оправдать это падение, чем-то и хомячкам, мамонтам подогнать эти новости, ну, естественно, было 10, а стало в 6 раз больше, вы думаете, буквально за, условно говоря, месяц-два разгоняется вот так вот быстро ФОМа, ну, я что-то такого не помню с марта 2020 года, люди даже вот здесь не верили, люди даже вот здесь не верили, понимаете, то есть, ну, там, по 20 тысяч, условно говоря, по биткоину, многие не верили, что это бычий рынок, и мы вообще сделаем перехай, многие думали тогда и испугались, и начали судорожно фиксироваться, и многие блогеры топовые, особенно, начали говорить, что все, выше 20 мы уже не пойдем, нет смысла давать эти отметки, там, 30, 40, 50, 60, 1100, вот, а сейчас они рассказывают, что они предсказали, там, медвежий рынок еще с 21 года, да, при том, что они топили, что выше 20 не будет, уже смешно, вот, поэтому вот здесь, ну, пока мы стояли, вот, вот это все время, пока мы восстанавливались, не было, не было никакого, вот эти все, что мы стояли, там, 7, 8, даже, считай, 10 месяцев, там, ну, полгода, не было вот этой эйфории, эйфория начала появляться, когда люди увидели, что мы пошли на 25, они сомневались, 30 начали уже закупаться, и больше всего заходило, конечно же, от 30 до, соответственно, у нас 69 тысяч, ну, 65, а больше всего, понятное дело, самый пик толпы от 50 до 69, ну, или до 65, как минимум, вот, больше всего людей заходило, почему? Потому что, как я говорил, помните ролик про чашу терпения, кто смотрел, то, соответственно, максимальная жадность возникает, и до вот этого, пока мы стояли по 8, по 7, по 5, по 12, по 15, по 20 даже, люди не заходили, люди не верили, что будет рост рынка, и я присутствовал тогда, понимаете, и когда мне сейчас рассказывают, что, типа, за месяц-два или, там, за пару недель, когда разогнали вот это фома, типа, это пиздец разворот, ну, мне это смешно слушать просто, понимаете, то есть, это как минимум полгода, а то и год придется подождать, чтобы люди начали уверовать, понимаете, чтобы они уверовали, что вот он, to the moon, бычий рынок, но уже будет поздно, понимаете, вот год прошел, но здесь условно полгода, понимаете, и тогда люди что-то начали раздупляться, когда мы там вышли за 12, а то и когда вышли за 20, вот тогда основная масса 90, а то 99% зашли, вот кто был тогда, тот прекрасно это помнит, а сейчас раздувается это все искусственно, на пониженных объемах, просто на бритье шортов, ни более, ни менее, и видно, что ликвидности ни хера сейчас нету, большинство из рынка уже ушло, либо киты, естественно, ждут ниже, ну, а сейчас просто решили финальный раз собрать стопы, так вот, и отскок тогда был 30%, я напоминаю, и тоже тогда все думали, все, бычий рынок, хотя я говорил об этом, что это просто замануха, и по боею мы сходим еще ниже, вот, и здесь то же самое у нас не будет никакого там булрана, хотя все ждали здесь, ждут себя 30-40 тысяч, здесь ждут 30-40, здесь ждут 30-40, соответственно, и ждали вот здесь 30-40, и здесь ждут, понимаете, то есть одно и то же, и ждут они этого уже отскока, давайте глянем сколько, а получается уже 7 месяцев, даже считай, там уже скоро, ну, да, уже какой, больше полгода, уже, а получается 180, а здесь получается, сколько я сказал, нет, здесь не полгода, здесь даже больше, сой, ребята, здесь я оговорился, здесь 180, это полгода, а здесь даже 9 месяцев, 9 месяцев, вдумайтесь, то есть люди вообще не спохватились, и только когда мы вышли за 20-ку, тогда основная масса зашла, то есть я говорю, быстро, за неделю-две, за пару дней, там, или даже за несколько месяцев, это нет, это полгода, а то и год, практически, понимаете, чтоб толпа уверовала в рост рынка, в бычку, а сейчас, ну, это просто банальный отскок, на 20% сделали отскок, даже не на 30%, и люди уже даже больше поверили, то есть их настолько уже задолбал боковик, вот этот, который длится уже полгода, да, то есть, что они, ну, они не одупляют, что здесь у нас была аналогичная ситуация, здесь мы вообще стояли в боковике, год, понимаете, даже год, там, и получается, сколько, и 3 месяца, это, сколько у нас, 15 месяцев, ну, считай, там, год и квартал еще, понимаете, вот, и люди думают, что, типа, все, сейчас там по-быстрому закончится, ага, я напоминаю, что цикл у нас более удлиненный, понимаете, более такой, ну, растянутый, если кто забыл, вот, и, естественно, 23-24 год могут это все морожить, поэтому жадность у нас возросла, резко с 10 до 60, ну, опять же-таки, это этот индикатор показывает, вот, и, естественно, показывают, что, типа, все одно пройдено, давайте заходить, и сейчас пик эйфории, как минимум, то есть эйфория на уровне, вдумайтесь, как у нас было практически в августе, а то и в 21-м году на бычьем рынке, как у нас показывают данный индикатор, то есть, насколько людей измотал боковик, и насколько они не готовы ждать, и насколько они же разочаруются, когда мы увидим, ну, опять же-таки, если увидим отметки ниже 10 тысяч долларов, представьте их настроение, да, не ахеряет просто, и если это год-два еще затянут, поэтому большинство уже отсеется на раз-два, вот, поэтому, давайте еще Аптос глянем, ради интереса мне просто по приколу хочу глянуть, да, тоже, смотрите, жесткие такие выносы стопов были, потом, соответственно, здесь индекс страха и жадности, ну, не сильно у нас поднялся на 5 отделений, всего лишь, может, максимум на 6, здесь показывают тоже 31, если посмотреть, что у нас здесь выходит, жадности особой нету, но, в целом, как мы видели до этого, давайте сейчас я вам покажу, сейчас покажу вот это сначала, то есть, люди настроены на buy покупать, то есть, по поводу биткоина, неделя тоже, ну, нейтрально более-менее настроены, кто на более таких больших таймфреймах все равно настроены шортить и дальше ждут снижения, а кто интродейтом, да, либо дневка, соответственно, они говорят, что все, надо покупать там и так далее, ну, индекс страха и жадности здесь тоже на уровне 31, а здесь, получается, самое интересное, смотрите, ноябрь 20, сейчас у нас отметка 30, то есть, считай, мы там в два раза почти подросли, но не бывает такого, что вот так вот быстро это все происходит, понимаете, то есть, быстро фома не разгоняется, после истинного дна, фома, жадность, вера в рынок и желание купить, понимаете, вы замечали вот, что на вот этих отметках, соответственно, у нас, у толпы, вернее, у толпы пропало, ну, и у вас, может быть, в том числе, и там, ну, соответственно, у кого-то из людей пропало желание покупать альты, даже сейчас они настроены не биток покупать, а альты, почему, потому что они же хотят иксов, понимаете, но они не понимают, как их жестко побоют и лонгов будет ликвидировано суммарно, понимаете, то есть, давайте глянем, за, получается, 24 часа 200 миллионов, ну, за неделю это вышло где-то там 600-700 миллионов долларов, почти на один яг, один миллиард долларов, понимаете, а представьте, насколько лонгов, то есть, лонгов, я думаю, побоют суммарно настолько же, а то и больше, понимаете, а представьте, когда мы пойдем литься, собирать вот эту ликвидность вот здесь, и все же думают, что все, мы отрисовали истинное дно, ребята, истинное дно отрисовывается неделю, потолок, два месяца, ну, здесь можно сказать, типа, четыре месяца, но это в виде исключения, если вот здесь, вот это промежуточное дно, которое было, смотрите, сколько мы стояли, 6 дней, 6, мать его, дней, 6 дней, и вы думаете, серьезно, мы будем стоять на истинном дне, вот здесь вот сначала 5 месяцев, то есть, полгода, а здесь мы будем стоять пару месяцев, да нет, конечно, идти по толпе дадут закупиться на истинном дне, ну, это же бред, понимаете, бред сивой кобылы, и тем более, что сразу при малейшем отскоке там толпа уверует, вот здесь, когда были вот эти отскоки, здесь такого не было, вот здесь не было такого, что даже когда мы на 2, на 3, там, на 10, 12 пошли, 15, даже 20, многие не верили, многие даже блогеры там, и вообще толпа не верила, что будет быть рынок, думали, что все, максимум дадут 20-ку, и все, пиздец, рынок укатается, понимаете, то есть, настолько людей, ну, покоробило вот это падение в 19-м, а потом еще в марте вот этот флэш-крэш, да, вот этот дамп очень жесткий, когда мы упали там буквально за неделю, месяц там на 60-65%, люди вообще охерели, потому что они думали вот здесь, что мы там летим на 20-40 тысяч, вот здесь, понимаете, и там чуть ли не на 100 миллион, а потом им дали вот такой вот дамп жесткий, понимаете, там с 12 до 4, а то и до 3 800, и все, понимаете, а здесь сразу вот так вот буквально за неделю-две разогнать, ну, это же бред, понимаете, ну, тут даже логику банальную включить и сравнить, что было на истории, поэтому, ребят, отскок в рамках адекватного, то, что может ли быть отскок выше, да может, ну, это просто будет дальше загон, не более, не менее, естественно, все это произошло на позитивных новостях, на положительных, что вот у нас, соответственно, фактическое снижение, сколько ожидали, столько и получили, ну, такая нейтральная атмосфера повисла, и, соответственно, типа 0,6, но прогноз они могут написать какой угодно, они-то знают, насколько они будут понижать или повышать эту ставку, либо инфляцию, понимаете, вот, и перед этим, естественно, я напоминаю, эталон на 2%, и кризис еще ни хера не закончился, понимаете, то есть даже если быстрыми темпами, ну, полгода, как минимум, еще придется подождать, а то и год, пока они все снизят, и потом, когда начнут снижать ставку, когда начнут снижать ставку, рынки в финальный раз падали всегда, понимаете, это было и в 2020 году, и в восьмом, и двухтысячных, и восьмидесятых, и семидесятых, и вторая мировая, первая, всегда мы падали после того, как ставку начали понижать, а ставка сейчас на уровне, вот, у нас 4,5%, они сказали, они будут еще повышать, то есть на 50-25 пунктов, да, то есть, чтобы снизить инфляцию до 2%, то, соответственно, они могут повысить ее вплоть там до 5%, а то может быть 6%, если не 7%, и когда с вот этих там условных, ну, давайте возьмем 5% или там 6%, давайте, с 6% эта ставка будет падать, тогда рынки делали финальный самый жесткий дамп вниз, на вот эти там 50% и так далее, понимаете, вот, ребят, и то же самое, вот у нас было вот это понижение ставки, давайте я вам покажу, а, не покажу, потому что в марте 20-го года допечатали бабки, я уже это показывал, в принципе, ну, вы поняли, вот, поэтому на самом деле, то есть, у нас было падение, все равно, даже, несмотря на то, что ставка тогда, ну, была на том же уровне, ее там не повышали, а просто допечатали бабла, то есть дамп все равно был, понимаете, ну, объяснили чем? Помните, чем объяснили? Ну, я не буду произносить, понятное дело, Я думаю, все помнят и так, на какой причине мы полетели вниз якобы. Ну, понятное дело, дамп произошел на брите лонгов, давлении шартов, панике людей. Ну и крупный капитал, естественно, поддал жару. Начал, может быть, по рынку продавать чуть-чуть. Ну и, естественно, все это параллельно выкупать. Вот, поэтому такие дела. Поэтому, ребят, всем удачи. Всем пока. Ролик хотел на 5 минут. Ну, постарался объяснить максимально коротко, жато. В общем, кратко, я говорю, это обычный отскок. Не более, не менее. Естественно, загон ключевым уровнем. Сопротивление выше. Скорее всего, мы с большей долей вероятностью можем не пойти. Но потолок, что могут протянуть специально, это сломать вот этот вот клин. Да, вот эту вот нисходящую формацию ради того, чтобы протянуть выше, там, до 24-25, чтобы толпа уже точно уверовала, что все, это бычий рынок. Это повторение 2019 года. Все, пиздец, мы уже там летим to the moon. Надо закупаться срочно всей котлетой. Естественно, они будут залетать в альты. Но я напоминаю, при падении биткоина, да, малейшим, альта падает в 2-3 раза как минимум сильнее. А представьте, когда мы упадем с текущих, там, на ту же десятку, а то и ниже десятки. То есть альты, биток упадет на минус 50, альты минимум на 50% упадут от тех отметок, то есть они не от текущих, вот это, что мы на хаях локальных, а от вот этих они упадут, от стартовых отметок на минус 50, а то и минус 70, а то и 90. Если они по несколько раз минус 90 сделают. И плюс еще разлоки. Но по поводу разлоков сегодня будет отдельный ролик на канале. Вот, ребят, поэтому такие мысли, такие дела, избегайте фома. Если вы чувствуете эмоции, значит, вами манипулируют, ребят. Потому что вы не должны испытывать эмоции, понимаете. И, соответственно, понятное дело, полностью их выключить нельзя. Многие там ссылаются, что вот, посмотри, какие объемы. Ребят, объемы вообще ни хера не значат. То же самое вот здесь были объемы и в 2020 году. Смотрите, вот здесь тоже были пиковые объемы якобы. Вот здесь и чего. Ну, то есть по итогу обвалили еще сильнее цену. Поэтому объемы это далеко не 100% гарантия, что обязательно там выкупают. Понимаете, далеко не 100% гарантия. Это может быть все, что угодно. Кто-то, может, специально эти объемы накрутил и так далее. Поэтому тут тоже, смотрите, тут тоже думали, что это все финальный дамп. И вот здесь это финальный дамп. Но за счет вот таких вот пампов и дампов крупный капитал, как я уже объяснял, он накапливает куда быстрее позицию. Потому что накопить в боковике это долго и нудно. А вот так вот можно толпу побрить на ликвидациях, во-первых. Ну и плюс толпа начнет либо покупать, либо продавать. То есть и на определенных эмоциях. А всегда раскачивают в обе стороны. То есть раскачивают в жадности фома, да. Ну, соответственно, чтобы люди покупали на росте. Либо, соответственно, в страх, панику, негатив и так далее. Поэтому, ребята, я думаю, финальный дамп еще впереди. Обновление минимумов неизбежно. Многие блогеры, заметьте, особенно там русскоязычные, да и англоязычные. Ну, англоязычные там вообще практически все фанатики. И тузымунеры. Вот, но русскоязычные переобуваются и говорят, что там типа того, что вот, ждали дампа, а его нету, смеются там и так далее. Ну, как говорится, смеется тот, кто смеется последним. Мне интересно, что они скажут, когда, ну, опять же таки, если мы увидим биткоин там по 14.10, а то и ниже десятки. Что они тогда скажут? У них уже фиата не останется, чтобы докупаться. И у большинства людей. Это во-первых. Во-вторых, они обосрутся закупаться. А во-третьих, ну, как бы от них отпишется их аудитория, потому что поймут, что они нихера не соображают в рынке. Это первое. А второе, то, что они, ну, не предполагают даже такие варианты. А даже если предполагают, они типа насмехаются и думают, что все, бычий рынок там и так далее на пониженных объемах, на ликвидациях. Даже просто не на росте рынка, а тупо на ликвидациях. Понятное дело, на бычке тоже ликвидации. Но в основном это уже толкают цену и разгоняют толпу на фома. Но сейчас, понятное дело, это просто разгон был заранее спланированный, как я это показывал. И почву подогревали ради того, чтобы сделать вот эту, кстати, формацию. Здесь многие могут сказать, чашка с ручкой, да, как я нарисовал на превью. И типа после этой формации обычно шел разворот. Да, но точно так же могут и заманить специально, показать, что это якобы разворот, а это фейковое дно. Да, ну и фейковое дно я уже показывал, как это определить. Но на самом деле отчасти никак. Но есть определенные индикаторы, по которым я это определяю. Но самый главный индикатор, что люди готовы сейчас. Во-первых, они быстро переобулись и готовы покупать. И у них желание покупать не пропадало. Не пропадало, понимаете? Что мы стояли здесь, что вот здесь. А должно оно вообще пропасть напрочь? Пропасть особенно альты. Потому что альты должны так укатать в пол, просто в труху. Понимаете? И вот здесь, и биток в том числе. Что желание должно вообще пропасть. И люди думают, что это скам. Вот здесь людям было страшно. Они уже не верили. И вот здесь не верили, понимаете? Когда второй дамп этот показали. И даже здесь, когда мы стоили 7, 8, 12, 10, 20 даже, люди не верили, вот это было истинное дно, значит, понимаете, а когда вот так за 2 недели люди сразу же, ну, типа, еще на эйфории продолжают покупать, и они не переставали это делать и хотят дальше покупать, то есть, ну, это же очевидно, что это не дно, вот, поэтому, ну, кому очевидно, кому нет, мне лично очевидно, поэтому, такие дела, ребят, пишите, что думаете, можно долго рассуждать, ну, время покажет, просто наблюдайте, я уже полгода говорю, что, ну, мы можем увидеть, с большей долей вероятности отметки ниже десятки, вот, можете не верить, можете, там, смеяться и говорить, что, типа, ой, купишь по 25, ну, ради бога, я покупать по 25 не собираюсь, я более чем уверен, что я дождусь своих отметок, как минимум по 12, 10, ну, а ниже десятки, это уже вопрос такой, скажем так, времени и вопрос, зависящий от крупняка, поэтому, ребят, всем удачи, всем пока, готовьтесь еще 1-2 года подождать, я об этом предупреждал, а то и до 25-26 года, то есть, это 2-3 года придется подождать до пика бычьего рынка и пика хайпа, ну, а в целом, по биточку, как минимум, это просто были ликвидации и загон на фома, и загон на фома так быстро не происходит, буквально, там, за месяц или за два, что, типа, разогнали, и все, толпа уверовала, все, 18, вернее, 16 тысяч, это было одно пиздец, надо закупаться, уже разворот, ну, смешно, смешно, а блогеры переобулись уже, и, естественно, ну, либо пиздят намеренно, либо вводят заблуждение, либо сами вот так вот, соображают, в кавычках, да, и говорят, что, типа, бегом, ребята, закупать, тузымун, все, уже разворот рынка, да, ну, вы видели после дна, чтобы такие настроения были? Я что-то не видел, ближайшие полгода, а то и год такого и близко нет, после истинного дна, и здесь люди даже не верили, не верили вот здесь, не верили вот здесь, а вот здесь уже закупались, понимаете, и потом их, естественно, побыли, и вот здесь люди не верили, а потом уже, когда мы были здесь, тогда вот основная масса покупала там, вот и все. Поэтому, ребят, история повторяется, как говорил у нас, по-моему, этот Джон Доу, вот, поэтому имейте это в виду, история повторяется, и, ну, если кто не знал, ну, как бы, Доу Джонс, вернее, это индекс, ну, в честь данного человека был назван, опять же таки. Поэтому, ребят, такие мысли загоняют на ФОМО, я абсолютно спокоен, жду дальнейшего снижения, ликвидации лонгов неизбежны, сколько протянут, без понятия, ну, потолок, что могут протянуть, я думаю, это максимум, там, где-то, да, 25 тысяч, и то, ради того, чтобы показать, что, смотри, мы вышли за, там, этот, нисходящий клин, все, бычий рынок, давай, заходим. Ну, понятное дело, толпу, как всегда, побреют и заработают единицы. Всем удачи, всем пока, пишите, что думаете в комментах, жду дальнейшего снижения, глобальные цели мои не изменились. Я как ждал 12700, так и буду ждать, и я уверен, что я дождусь, и 12700, это промежуточная отметка, я напоминаю, вот, потом у нас ГЭП еще не закрыт, где-то 9700, 10 тысяч, это второй момент, и третье, получается, что толпа максимально испугается, кто там ждал отскока, бычий рынок и так далее, и когда закончатся вопросы, заметьте, когда закончатся вопросы, и будет полное разочарование, паника, страх, да, как было в 2019 году, в 2020 году и так далее, вот, или на фондовом рынке, как было в 2008 году, 2000-х там, в годах, и так далее, вот тогда это будет истинное одно, когда закончатся вопросы, какую альту купить, вот тогда это будет дно. Они заканчивались по 17500? Нет. Они заканчивались по 30? Нет. Они заканчивались по 1615? Нет. Вот когда закончатся, тогда это и будет дно, а пока я этого и близко не видел. Всем удачи, всем пока. Продолжение следует...